Механика В механике мы имеем дело с разнообразными машинами и механизмами, такими как рычаг, полиспаст или наклонная плоскость. И у всех этих машин и механизмов, как было выяснено еще в древности, имеется одно общее свойство. Они все подчиняются золотому правилу механики. А именно, если мы хотим выиграть в силе с помощью какого-нибудь механизма, то мы во столько же раз проиграем в расстоянии. А если мы хотим выиграть в расстоянии, то мы во столько же раз проиграем в силе. Рассмотрим золотое правило механики на примере рычага. Пусть одно плечо этого рычага в три раза длиннее другого. Тогда силы F, приложенные к длинному плечу, мы можем удерживать и поднимать груз весом 3F. Поднимем груз на высоту H. При этом противоположный конец рычага опустится на расстояние 3H. По золотому правилу механики мы в три раза выиграли в силе, но при этом в три раза проиграли в расстоянии. Давайте посмотрим на совершенную при этом механическую работу. С одной стороны, точка приложения силы F опустилась на высоту 3H. При этом была совершена работа F умножить на 3H. С другой стороны, груз весом 3F был поднят на высоту H, и при этом была совершена работа 3F умножить на H. И эти две работы равны. Это еще одна формулировка золотого правила механики. В идеальном механизме работа на входе равна работе на выходе. И таким образом получается, что механизмы могут нам дать выигрыш в силе или выигрыш в расстоянии, в зависимости от того, как мы их используем. Но они не могут нам дать выигрыша в работе. Потому что даже в идеальном механизме работа, совершенная на входе, в точности равна работе, полученной на выходе. А в реальном механизме полезная работа, полученная на выходе, всегда меньше полной работы, совершенной на входе. Потому что в реальных механизмах всегда имеются какие-нибудь источники потерь. Это может быть сила трения, а может быть, например, в подвижном блоке нам приходится совершать работу по подъему частей самого механизма. Мы вынуждены поднимать блок. И поэтому нам нужно число, которое показывает, насколько наш реальный механизм отличается от идеального. Это число называют коэффициентом полезного действия, сокращенно КПД. Оно равно отношению полезной работе на выходе к полной работе на входе. У идеального механизма КПД равен единице или 100%. А КПД всякого реального механизма всегда меньше 100%. И, конечно, реальный механизм тем лучше, чем меньше его КПД отличается от 100%. А теперь давайте посмотрим на эту наклонную плоскость. Она имеет такой уклон, что для того, чтобы поднять этот груз на высоту 25 см, приходится переместить его вдоль наклонной плоскости на 75 см. И таким образом проигрыш в расстоянии составляет ровно три раза. Если бы эта наклонная плоскость была идеальным механизмом, то есть она работала бы без трения, то мы получили бы выигрыш в силе тоже в три раза. А теперь давайте посмотрим, каков этот выигрыш на самом деле. Для этого взвесим брусок, и он весит ровно пять ньютонов, поставим его на наклонную плоскость, и я его потащу вдоль наклонной плоскости. И при этом динамометр показывает, что я его тяну с силой ровно три ньютона. И таким образом получается, что выигрыш в силе составляет всего лишь пять третьих, то есть меньше двух раз. И теперь давайте посчитаем, чему же равен КПД этого реального механизма. КПД любого механизма – это отношение полезной работы к полной. Полезная работа по подъему груза составляет пять ньютонов на 0,25 метра, а полная – 3 ньютона на 0,75 метра. Получаем 5 девятых, то есть примерно 0,56 или 56%. Коэффициент полезного действия получился таким невысоким из-за довольно большой силы трения скольжения, на работу против которой ушло 44% полной работы. А теперь мы найдем КПД еще одной установки. Основу ее составляет вот это водяное колесо. Вода из верхнего ведра будет стекать по трубке. Струя воды будет бить в лопатки колеса. Колесо начнет вращаться и будет поднимать груз наверх. Я залил верхнее ведро в воду, открываю пробку и струя бьет по колесу, а груз поднимается наверх. Коэффициент полезного действия – это отношение полезной работы к полной. Мы подняли на 43 сантиметра груз весом 1,8 ньютона. И это будет полезная работа. Груз поднимался за счет падающей воды. Высоту ее падения нужно отчитывать от лопаток до уровня воды в верхнем ведре. За время подъема груза этот уровень немного изменился, и мы берем среднее значение высоты – 45 сантиметров. Груз поднимался в течение 7 секунд, и вес, вытекший за это время воды, составил 6,3 ньютона. Тем самым, КПД нашей установки равен 0,21% или 21%. Это означает, что только пятая часть энергии воды идет на подъем груза. Огромные гидроэлектростанции, на которых вырабатывается заметная часть всей производимой электроэнергии, тоже устроены по принципу водяного колеса. Разность верхнего и нижнего уровней воды на Красноярской ГЭС составляет почти 100 метров. Каждую секунду с плотины падает вниз по водоводам 7 тысяч тонн воды. Поэтому полная мощность падающей воды составляет 7 миллиардов ватт. Эта вода вращает турбины, присоединенные к электрогенераторам. Суммарная полезная мощность всех 12 электрогенераторов Красноярской ГЭС составляет 6 миллиардов ватт. Тем самым, КПД электростанции примерно равен 85%. И вот мы с вами посчитали КПД нескольких различных механизмов и выяснили, что КПД Красноярской ГЭС составляет целых 85%. А КПД нашего водяного колеса, который мы построили своими руками, всего 21%, в 4 раза меньше. Как же так? Куда подевалось почти 80% энергии падающей воды? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!